Всем привет The Brash 2019. Давайте сделаем Барксерскую грушу и потом уже в блендер сделаем анимацию, как она будет бить по ней. Итак, значит находим примитив. В примитив возьмем цилиндр. Вот такой вот. Теперь что сделаем? Нужно его вытянуть. Это мы делаем вот таким вот образом. Вот так. В принципе, чтобы он чуть поменьше был, давайте вот эту часть замаскируем. Вот так. Make Polymesh сделаем. Замаскируем вот эту вот штукенцию. Ctrl-размоем маску и теперь вот это все дело вытянем вниз. Вот так. Вот такая получилась груша. Ну, в принципе, нормальная. Теперь что нужно сделать? Сделаем ей сетку. Это значит в геометре делаем Dynamesh. Пока Dynamesh. А потом посмотрим. Так, сетка сделана. Теперь надо добавить именно ремни. Так, а что здесь за артефакт? Поехали. какой-то косяк тут вылез на экране ну ладно не суть вопросов все сейчас теперь добавляем сюда вот именно кант кант будем делать так сделаем наверное теперь вот так вот маску control так не control делаем наверное экстракт все это дело пойдет маску снимаем вот эту часть переводим чуть-чуть повыше можно немножко искал так вот так вот уменьшить получается у нас вот такая заготовка делаем и опять же дай на мэш смотрим сетку сетка пойдет теперь добавляем наверное кубы это значит аппенд добавляем куб переключаемся на куб делаем ему опять же дай на мэш чтобы он вычитался теперь поднимаем его вот сюда и вот так нужно все это дело сплюснуть так делаем вот таким вот образом переворачиваем вот в такую в такой вид теперь еще уменьшаем смотрим толщину так и погружаем поглубже вот в эту часть так теперь контролл не работает это значит контролл вот так вот все это дело заработало подставляем теперь вот так теперь опять же контролл отводим перекручиваем подгоняем вот сюда вот так и в центр устанавливаем ну еще раз контролл опять же перекручиваем и вот сюда теперь вставляем получилось вот такая вот заготовка вот такая звезда как бы все нормально делаем теперь смотрим что тут у нас дай на мэш сделан и будем вычитать вот из этого примитива вот из этого вот этот делаем вычитание делаем merge down объединение ok и снимаем маску control левая кнопка мыши получилось вот такое вычитание все прикольно потом можно еще потоньше сделать если нужно это дело ну так как то пока оставим смотрим что получилось все нормально так чуть-чуть и на и повыше вот так вот перетянем и надо добавить теперь именно как бы стропы веревки да опять же как это делать стропы можно добавить ну давайте опять кубом чтоб не париться можно конечно взять кисточку опять же вот курс step snap и вытянуть вот эту вот веревку ну так пока я делать не хочу опять добавим open добавим давайте куб переключимся на куб и его это дело значит так уменьшим сделаем потоньше выведем вот сюда и вот так сплюсь ним не веревка правда но смысле не стропа теперь мы и вот сюда вот так вытягиваем вот так вот подставляем и уводим вот к этой части здесь мы перекручиваем еще немножко сплюсь ним чтобы поменьше было и уводим как бы вот вот сюда еще делаем потоньше ну вроде стропа нормальная так и немножко погрузим ее вот сюда вот так так это есть такое дело и теперь что сделаем это значит модифит аплоджи мира and well получается вот такая штукенция контролл z больше наклонить ее надо вот так вот вот сюда пока и немножко перекрутить поровнее и вот так подставить есть такое дело теперь контролл теперь контролл уводим перекручиваем и подставляем ее как бы вот сюда так поближе что-то в таком духе ну и контролл значит перекручиваем вот сюда и получается что-то в таком духе снимаем маску и делаем мира and well так про них кромеVER отпадает так конпрал уводим еще так конпралл words остаёт остается вот одна была какая полоска и мы так control z через control вводим и опять же вот сюда вот так вот подставляем будем делать значит без как сказать без симметрии или надо развернуть это чтобы симметрично попало так попробуем давайте включим и вот это делая перекрутим допустим ну вот так пробуем мира and well control z ну пробуем еще раз чуть-чуть перекрутить и вот сюда подвинуть смотрим так 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 а если мы и вот так вот обрежем сделаем значит что мы сделаем вот эту часть тоже перекрутим вот так вот переключаемся на вот эту штуку мира and well понятно control z control z control z control z крето два а и и и и и и и вот так уже пойдет а теперь мофта поладже и будем все это дело значит x-симметрия где она тут падает вот она и будем немножко это все дело корректировать центр вот так вот есть такое дело нужно кольцо какое-нибудь а кольцо давайте добавим аппенд добавим ring 3d на него переключимся и поднимем повыше перекрутим это значит симметрия вот так и делаем скайл уменьшаем вот так как-то так теперь нужно суд эти веревки как-то снова поперек листи если вот эту веревку сюда здесь как-то приподнять возможно чуть-чуть их скрутить а вот эти веревки наверно как-то вот так чтобы так так вот так так вот так 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 Продолжение следует... 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 и немножко и увидим в боку так вот и так получилось вот такая груша нельзя скушать теперь их симметрия переходим на эту часть вот такая штукенка теперь добавляем текстуры импорт рабочий стол у Продолжение следует... 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 получается значит цепи кольца я тут веревки объединяем сразу именно с грушей пусть цельная будет чтоб не по частям уже мерч марш даун окей так веревки давайте веревки тоже объединим в принципе и все объединить окей получается 203 тысячи полигонов 204 почти теперь делаем всему этому делу значит так что тут у нас покрасить кольцо надо и делаем вот такую штукенцию сначала вот эти части замаскируем вот эти вот на пизде для чего чтобы она у нас здесь вот была четкая и вот эту м м м а м м а тоже замаскируем и control alt если где-то что-то пора в ней сделать так маску снимаем выделяем наверно вот так вот вот так а это делаем наверное вот так вот теперь сзади у нас тоже появились вот эти вот маски и control alt сзади очищаем делаем control w теперь у нас получается вот такие полигруппы и будем делать теперь дубликат делаем теперь значит на первую переключаемся со ту нижней отключаем у верхнего отключаем вот эти части и делаем теперь развертку пардон тени развертку а за ремес так адаптив и погнали поменьше полигонов получилась вот такая сетка вот такая штука значит теперь делаем про джектал отключаем смотрим что получилось где-то нужно докрасить значит c и подкрашиваем вот эти части так тут у меня темная значит перекрасим значит c опять вот эту часть надо убрать а эту просто смело теперь перекрашивать так control z еще надо убрать вот эту полигруппу так так здесь значит потемнее вот уже что-то пойдет что тут еще кисточку уменьшаем и вот здесь вот чуть-чуть цвета подкорректировать его ctrl z делаем еще один дубликат и попробуем сделать теперь дайномеш на низких полигонажах так вот теперь делаем опять всему этому делу дайномеш не хочет ничего ничего сделаем сетку чуть-чуть побольше тогда ctrl d так вот и Продолжение следует... 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 пойдет делаем теперь дубликат и делаем теперь всему этому делу значит опять же за рмс но теперь полигоны сделаем чуть-чуть побольше вот здесь вот за рмс и побольше чуть-чуть вот так а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А это мы делаем, значит, разверку Z-плагины, UV-master, Vorton-clone. Нарисуем, где должен проходить именно шов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...